Ей бы хотелось поддерживать такой, какой-то ровный интерес, чтобы не было вот этих крайностей, либо я на него вешаюсь, либо он пытается, а я теряю интерес, да, чтобы как-то была совместность. Отбалансированная эта штучка, да. Да, то есть, ну и тогда, как это происходит? Происходит это примерно как и в диалоге, то есть, я что-то спрашиваю человека, он не отвечает. Если вам в ответ ничего не прочтут сообщения, либо придет, ну да, 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 вот. Причем такое именно голосовое, бля, бля, бля. В целом, тогда можно не продолжать диалог, я думаю. Типа, я не люблю тебя за это, то есть, ну можно не любить человека за что-то, да, там, ну. Понял. Да, но в целом оставаться с ним в отношениях. Да, и наоборот, бывает, что люди любят друг друга очень сильно и расстаются, причем принимают решение, что для нас так будет лучше, вот почему-то, прикиньте, такое тоже бывает, выбирают так люди. Всем привет, это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений. И сегодня с вами, как всегда, я Гошу Голышев, психолог, гештальтерапевт. Я Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. Ну и, собственно говоря, сегодня мы будем распутываться, потому что тема про путаницу в отношениях. Так. То, когда люди... В клубке перипетий. Да, именно, и иногда затрудняется сказать вообще, что между ними, ну это такое глобальное, да, а может быть что-то более мелкое, а как это происходит между ними, а почему это происходит, ну и так далее. Вот, ну и вдохновил нас на эту тему вопрос от, видимо, учащегося в школы, такой достаточно милый. Как Валентинка в пятом классе. Да, и мы чуть-чуть его разберем в начале, но как такую актуализацию нашего выпуска. И в целом поговорим про эту тему, путаницы в отношениях, а потом у нас будет пять вопросов... На эту тему? Да. Итак, тот самый... Я должен зачитать вопрос, да? Тот самый, да. Как узнать, что парень любит тебя? Год назад мы с ним общались, и он признался мне в чувствах. Я тоже. Но в какой-то момент мы перестали общаться. Я не знаю почему, но до сих пор его люблю. Уже больше пятиста дней. А он любит ли до сих пор? Не знаю, но он смотрит на меня, как будто влюблен. Каждый день вижу его в школе, боюсь признаться. Заранее благодарю за ответ. Ну да, вот. Вот, и в целом, ну что? На самом деле удивительно, что здесь в этой истории. Что вот вроде бы... С одной стороны, как будто всё понятно. Да? А что? Ну вот смотри, нет, вот типа я люблю, я призналась. И он любит, он признался. И он признался. А потом... Но перестали общаться. Вот. И вот в этом моменте, вот смотри, что непонятно, жили-жили. Да. Отношения вон как разоевались. Что-то случилось. А потом, оп, и перестали общаться. То есть, как будто не говорится, что на самом деле вырезан колчок истории. Да. Вот прям такой, control delete. Да, вот это или как там? Control delete, да, Гоша. Что это за команда? Просто delete. Просто delete. Вот. Ну, в общем, вот это такой первый момент. Часто в отношениях как будто... Либо не учитывается, либо не замечается какой-то пласт того, что произошло. Либо просто игнорируется, либо вытесняется. Вот что-то произошло, и потом в отношениях что-то поменялось. Вот возникла некоторая путаница. Вот сегодня мы будем в этом тоже разбираться. Потом, ну, естественный такой момент, я думаю, у всех, кто слушал этот вопрос, возникает. А что не спросить? Да. Вот. Но тут тоже какие-то моменты есть. Что, во-первых, он может ответить ей все, что угодно. И не факт, что это будет правда. Да, потому что, во-первых, может быть, этому парню будет сложно отвергнуть наше слушательство. И сказать, все, я тебя больше не люблю, передумал. Да. Вот. И из какой-то своего смущения, либо вины, он скажет... Нежелание обидеть. Нежелание обидит этих добрых побуждений. Он скажет, я по-прежнему люблю... Ну, вот что-то такое, в общем. Во-вторых, ну, вот ему сложно признаться. Во-вторых, он... Ну, страшно получить отвержение. Конечно. Поэтому сложно спросить. Потому что так-то хоть есть какие-то надежды, что в отношении развиваются, что в отношении случатся, еще что отношения будут или есть. Ну, вот не только про этот случай, а вообще. Ну, а тут-то, возможно, наступит ясность. Либо же случится какой-то скандал. И, в общем, там придется выдерживать напряжение. И вот эти какие-то выяснения отношений. Тоже так себе нагрузочка не самая желательная. Ну, в случае школьников, мне кажется, вообще... Сейчас такой жизнь небольшой. Но мне кажется, что, правда, в силу отсутствия опыта большого... Отношения с людьми. Проговаривания, да. В том числе каких-то мыслей в отношениях, часто сложно им рассчитывать на прямые разговоры о влюбленности друг с другом. Слишком много смущения или там еще чего-то. Вот. Это вот такой второй пункт. Вроде бы очевидно. Спросите, поговорите. Ну, уже вот сколько вы держитесь. Но не все так легко, как на бумаге. Вот поэтому в целом понятно. Ну, и дальше накапливается очень много фантазий, что вот он перестал общаться. Но вообще-то здесь это ничего не говорит о его чувствах. Может быть, он, правда, еще любит до сих пор, что-то произошло. А может быть, нет. То есть здесь, видимо, слушательница хочет верить, что у него есть чувства. Но непонятно, есть они или нет. И в этом смысле к нашему... Вот эта путаница продолжается. Да. И очень много сочувствия, очень много теплых чувств. Такое. Что-то на нежном, да? Ты еще так прочитал вопрос с такой интонацией. Вот. Ну, а так, если вообще... Тут же вопрос. Боюсь признаться. Ну, вот как... Любит ли он до сих пор? Вот. Ну, страх признаться понятен. Ну, видимо, надо как-то себя подготовить, набраться поддержки. Ну, вы же там креативный человек. Подумайте, как вы могли бы все-таки это прояснить. Но вот у меня родилась еще такая мысль, что вообще, что такое любит в нашем случае? Как всегда мы спрашиваем. Да. Что в это слово заключается? Но я подумал, что такая формулировка будет сегодня. Любит — это делает мне хорошо. Ого. Вот. И тогда можно такой вопрос... Это красная линия сегодня, да. Да. Сколько раз за 500 плюс дней он делал вам хорошо? Ну, возможно, так будет. Отличный ответ для школьника, я считаю, Гоша. Молодец. Ну, да. Мы тут без таких каких-то наездов на ваш возраст. Но просто, правда, достаточно много такой нежности вызывает вопрос и желание вас как-то поберечь. Как-то относиться к вам бережно. Хотя, не знаю, может, не надо вообще сказать «так, ты». Ну, не будем. Вот. Но вообще, вот если, Саша, в целом про вот эту тему, то почему возникает путаница? Вот как вообще люди оказываются в каких-то своих собственных представлениях об отношениях, которые то ли имеют, то ли не имеют реальной почвы, реальных оснований на то? То есть, да, вот есть какие-то свои собственные представления, что отношения так, но а так ли они устроены или бы не так? Отношения такие, а такие они или не такие? Вот. Мне кажется, что вот можно выделить четыре таких главных идеи. Так. Одна идея – это такой человек, который имеет некоторые убеждения, установки, что раз это происходит, значит, так. Вот, раз он сказал, ну, вот как здесь, раз он не сказал, признался год назад, что любит меня, вот, так, значит, ну и любит. До сих пор. Ну, например. Вот, то есть, ну, это вот на примере нашего вот этого вопроса, а вообще в целом, что раз это в отношениях случается, значит, это вот то-то. То есть, у меня есть определенный интроект установки представления, что одно следует другому. Если он так себя ведет, значит, вот это. Такой тип, допустим. Да, если мы уже год встречаемся, пора делать предложение. Либо, ну, там, если он, там, мне больше улыбается, значит, там, если меньше улыбается, значит, вот. Это вот один тип. Поэтому я часто оказываюсь в собственных представлениях, потому что у меня есть автоматическая такая обратная логическая цепочка. Второй, мне кажется, момент, который возникает, это некоторый проектор, который говорит, ну, наверняка он так же, как я. То есть, ну, я же, вот, либо не признает себе, что это я, поэтому я просто говорю, да он вот это. Сейчас я немножко на птичьем языке, но вроде понятно, да? На птичьем молоковском языке. Ну, третий тип, это вот когда люди, вот тоже из этого вопроса это заметно, очень удерживают от себя, от прояснений, потому что есть некоторые опасения. Есть некоторая невозможность быть прямым в отношениях, и тогда я придумаю миллион способов, почему мне прямым не быть. Вот почему мне не делать что-то партнеру, потому что, ну, миллион способов можно придумать. И из-за этого я тоже остаюсь в неведении, потому что я не выхожу на встречу. Я остаюсь в фантазии в своей, да? Ну, и четвертый такой тип, это когда я не очень вообще понимаю, это мы или это я? Это мы или это он? Когда что-то, что происходит между нами, вообще никак не названо, никак не присылается никому чьё-то мнение, а вот это какое-то наше мнение, мы решили. Вот, да, то есть нечто такое слиянческое. А действительно ли мы решили, да? Да, которое вот потом на проверку оказывается, что то ли это мои представления, то ли его. Ну, не знаю, кто из нас так считает, но мы считаем. Не знаю, кто из нас был инициатором этого, но вроде мы. Вот, и непонятно, кто что предлагает в отношениях, кто от чего отвергает в отношениях. Всё как-то вот такая коммунно, всё разделено между всеми, но именно что не разделено, а размазано. Вот, ну, такое мое предположение, вот, а дальше мы будем в этих пяти вопросах в следующих разбираться более конкретно. Да, да, супер. Поехали к первому. Добрый день. Сперва спасибо за ваш подкаст. Мой бюджет очень нравится, кращение трат на терапию. Интересно. Интересная обратная связь. Итак, за мои юные годы я побывала в четырёх длительных отношениях с абсолютно разными типами мужчин. От маменьких сыночков, ака-нарциссов, до вполне себе уверенных, спокойных мужчин. Однако, так или иначе, отношения развивались по одному и тому же сценарию. Сначала я бегаю за парнем, и даже будучи в отношения, первое время начинаю эмоционально вешаться на него, объяснять причину сего феномена, можно опустить, так как и так понятно, откуда ноги растут. Но вопрос вот в чём. Со временем, иногда беспочвенно, я начинаю терять интерес, а вот мой партнёр, наоборот, превращается в принца. Я бы смахнула это на что-то незначительное, но это стало закономерностью во всех отношениях. Всё же, я хочу вести длительные здоровые отношения. Срок такого охлаждения варьируется от полугода до нескольких лет. Эмоциональная составляющая, свидание, ссоры, развлечения, никак не влияет на появление охлаждения. С чем это связано, и как можно решить этот вопрос? С уважением, ваш достопочтенный слушатель. — Знаешь, такое специфическое начало у этого вопроса. И многие выражения, которыми наша слушательница пользуется, такое создаёт... — У меня создаёт какое-то ощущение ограничения. — А ну-ка, выделись что-то между... — Ну, как будто мне сказали, что, ребята, причина в этом, не в этом, не в этом, не в этом, а вот в чём-то другом, попробуйте найти. — Ага, ага. А у меня, знаешь, такое ощущение сказано, что наша слушательница хочет какой-то показаться. То есть некоторые создают впечатление о себе. Она такая загадочная. Все варианты отношений были. Все. Вот от таких до таких. Все мужчины прохаваны. — Все протипированы, да. — Да. — Всех раскусила, всех поняла, про всех шарит, кто какой. Вот. Объяснять причины не нужно, и так понятно, да, вот она говорит. — Да, вот я про это и говорю. — Объяснять причины этого феномена не нужно, и так понятно. Кому? Мне вот ничего не понятно. Ну, то есть, так нарциссичненько, назовём это так, да. То есть, ну, вот, и нас тоже так, знаешь, похвалило. Вот, знаешь, спасибо, вы так немножко придала нам значимости, вот, себе придала значимости. Ну, и в завершении вот это мне нравится. Видимо, может быть, это описка, а может быть, так специально человек написал. С уважением, ваш достопочтенный слушатель. То есть слушатель, достойный особого почтения. Ну, рада, что вы себя таким считаете, такое считаете. Вот. Ну, это такой вроде подкол, но я просто хочу немножко обратить на тон письма. Вот, он всё-таки создаёт такое ощущение. Вот, второй, это такой первый пункт. — Так. — Второй пункт. Вот сначала наш слушатель пишет, я там бегаю за парнем как-то вот всячески. — Проявляюсь. — Да, проявляюсь, а потом, ну, вот, собственно, начинаю терять интерес. Вот, и вроде бы даже не потому, что что-то конкретное происходит, а просто, ну, тут уже не особо он мне становится интересен, да. То есть сначала она вся такая, создаёт образ тю-тю-тю, а потом фу-у-у. То есть, да, сначала некоторая идеализация своего партнёра, то есть он такой прекрасный, что за ним стоит так бегать, что вот он реально достоин того, чтобы вот за каким-то человеком ты бегать. Ну, да. — Это же ничего себе получается. Вот. Вот, а потом такое некоторое зачарование. То есть, соответственно, либо он отличный, вот, и я тогда, ну, как такая, ну, что ли, он мне больше нужен. Я как стремящийся вот чем-то завладеть, чем-то очень важным, потому что... А потом оказывается, что, ну... — Владение-то мне это особо и не нужно, получается. — То есть, ну, вот не получается, что они оба хороших, интересных, возбуждённых друг к другу человека, да. То есть, либо одно, либо другое. То есть, либо он, я самое лучшее уничтоженство, либо наоборот. Вот, то есть, я за ним ухлёстываю, потому что я такая вот всякая человеческая, надо прикоснуться к этой звезде, то ли... Ну, то есть, вот такие вот качельки. Вот, ну, и, конечно, тут ещё к этому пункту про то, что... Ещё одна гипотеза такая... Ну, вот, когда я долго за кем-то ухлёстывал... — Так. — Когда я долго шёл у кого-то на поводу, когда я долго, скажем так, напрягался ради получения внимания, потом заполучает внимание, должен получить или очень много внимания, то есть, и благодарности. Как хорошо, что ты за мной бегала, я... — Я наконец-то осознал. — Да, ты просто моя восхитительность. Ну, то есть, или я должен получить очень много благодарности и... — Такой же компенсации, да. — Либо, если я не получаю, я должна, ну, должен как-то отвес... В отместку стать холодным, пусть теперь за мной побегает. То есть, такая некоторая, мне кажется, обратная злость. — Я столько на тебя потратил. — Пружину, и теперь пружина раскручится в другую сторону. — Да. Но это интересно. — Но есть ещё третий пункт. — Так, давай. — Вот тут у меня так записано мысль, сейчас я попробую тоже развернуть. То есть, вот есть определённое время, она пишет, да, которое, по-моему, от... — Полугода до нескольких лет. — На это не влияют никакие обстоятельства отношений, но, возможно, влияет какой-то партнёр. Как это влияет. Как мы пока не понимаем, но, тем не менее, есть время, если мы говорим про такой нарциссический склад, когда можно безопасно для своего, давай назовём это, эго, выдерживать человека рядом. — Так. — Потому что какое-то время, ну, тут, видимо, зависит от человека, я могу рядом с этим человеком быть достаточно прекрасным. Я могу рядом с этим человеком поддерживать этот образ, который вот... — Увлечённый и влюблённый в него партнёра. Влюблённого в него партнёра, нет? — Мне кажется, не думаю. Вот мне кажется, про то, что в первом пункте я говорил, что наш слушатель создает некоторый образ себя. Вот мне кажется, с партнёром тоже этот некоторый образ создаётся какой-то. Вот, то есть, ну, может быть, достойный какой-нибудь. Либо интересный образ, либо бодрый, либо сильный, либо смешной, весёлый. Вот, и какое-то время этот образ удаётся поддерживать. Но потом, вот, поддерживать и не быть разоблачённый в том, что на самом деле я бываю не только смешной, но и бываю совершенно тупой и вообще непонимающий юмор. Я бываю не только сильный, но и там суперметиком. — Хочешь поплакать, да. — Я бываю не только интересный, но и совершенно вот просто человеком, которым поговорить не о чём. То есть вот, ну, и вот когда угроза разоблачения… — Становится велика. — Да, и вот это время, которое я могу выдерживать, вот это поддержание этого образа субъективно, в зависимости от партнёра или там своего собственного интереса, состояние заканчивается. И когда вот это сложно выдерживать этот образ, то пора расставаться. И, соответственно, я уже отдаляюсь, чтобы вот как-то быть подальше от человека, и он чтобы меньше меня видел и не смог заметить мои какие-то вещи, которые я скрываю. Ну и вот постепенно всё происходит. Вот, потому что на дистанции выдерживать этот образ легче. Поэтому мы все страдаем вечно от того, как видим друг друга в Инстаграме. Вот, ну, такой вот третий пункт такой гипотезы. — Класс. Ну, я знаешь, ещё про что подумал. Здесь же говорится про здоровые отношения. И, ну, она говорит, что в нескольких отношениях, да, то есть это периодически такая история происходит. И я подумал, что, ну, я просто там… У меня мысль пришла, но когда ты озвучил уже пункт, я подумал, что, ну, вот это как бы подтверждение там моей мысли, которая у меня возникла, а мысль какая у меня возникла, про то, что такое ощущение, как будто есть, типа, знаешь, страх показаться реальной. Типа, ну, иногда, может быть, нежелающий видеться с человека. Вот, типа, такой и, правда, вот про разоблачение ты очень хорошо сказал, но ещё у меня какой вопрос. А я подумал про здоровые отношения, длительные здоровые отношения. Что такое здоровые отношения? Ну, типа, какие вот отношения, какой тип для вас отношений здоровый? То есть, мне кажется, он настолько у всех разный, ну, для кого-то там здоровые отношения там один тип, да, такое, там, когда там партнёры делают то-то, то-то, то-то. Там для другого человека там здоровые отношения – это такая-то история, да, то есть, ну, у всех же разные представления об этом. И вот, типа, хочется порасспрашивать, конечно бы, слушательницу, ну, или там, может быть, она сама себя порасспрашивает потом. Типа, что для меня значит здоровые отношения? Это когда человек меня может там видеть в пижаме и утром непричесанной, ненакрашенной, или, наоборот, он меня должен там видеть постоянно красивой. Ну, знаешь, вот, да, это хороший, как всегда, вопрос, потому что вообще прояснение, что я имею в виду под тем или иным понятием, и самое главное, что мой партнёр имеет в виду под этим понятием. То есть, мы оба за здоровые отношения. А что именно вы имеете в виду каждой? Мы оба понятия не имеем, да, да, да. Либо у нас она очень разная, либо мы никогда не вербализовывали, что это такое. Вот, поэтому, да, это супер вопрос. А ещё тогда я хотел бы добавить к этому, что вот из текста можно предположить, что наша слушательница имеет в виду, что ей бы хотелось поддерживать такой какой-то ровный интерес, чтобы не было вот этих крайностей. Либо я на него вешаюсь, либо он пытается, а я теряю интерес, да, чтобы как-то была совместность. Отбалансированная эта штучка, да. То есть, ну и тогда, как это происходит? Происходит это примерно как и в диалоге. То есть, я что-то спрашиваю человека, он мне отвечает. Если у него есть интерес, потом он меня спросит о чём-то. Ну или там я что-то говорю человеку, если у него есть интерес, он мне ответ отвечает. Теперь шар на моей стороне, и теперь я что-то ему говорю. А потом жду, когда человек мне ответит. И вот эта вот история, ну не то, чтобы считаясь, а ты мне, а я тебе. А ты мне, а я тебе. Это не про то, что вот не дай бог тебе сказать, что чуть больше или там больше проявлю интерес. Но это про всё-таки некоторую очерёдность. А здесь такое ощущение, что вот есть вот я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. а вон непонятно вообще, что там. Ну, и, соответственно, а что здесь с балансом вот этого, с последовательностью? Я выхожу на встречу, я отступаю. Я выхожу на встречу, я отступаю. Вот. Ну, некоторые... Некоторый такой пинг-понг здесь как будто является вот этой метафорой здоровых отношений, как мне кажется. Может быть, вот это вам подойдет. Супер. Вот. Ну, да. А с чем это связано, охлаждение? И можно ли решить этот вопрос? Ну, кстати говоря, у меня была шутка в завершении, что вы сказали, что не нуждается в объяснениях феномен, почему вы бегаете за парнем и вешаетесь на него. Вот. Но если вы знаете ответ на вот этот феномен, мы его, допустим, не знаем. Мы можем фантазировать, но как вы на самом деле это определяете, исходя из вашего... из вашей жизни, мы не знаем. Но вот если вы знаете ответ, почему вы вешаетесь на парня... То у вас есть ответ на вопрос, чем это связано. То в целом хорошо бы продолжить и также найти вам ответ, почему вы охлаждаетесь, почему вы вдруг перестаете вешаться. Тоже, наверное, достаточно должно быть очевидно, но если нет, тогда хорошее исследование для психологов, если нам ваши... если вам наши ответы в этом не подсказали. Да. Да, супер. Поехали к следующему вопросу. Друзья, привет. Партнером выпуска стала платформа Дзен, на которой эксклюзивно выходит шоу «Психология улиц» в канале «Си Плюс Мьюзик». В каждом выпуске один из героев оказывается на сеансе вместе со звездным психологом Любовью Розенберг, где они вместе разбирают историю из жизни героя. Мы посмотрели первый выпуск вместе с Гошей и выпуск с художником QG Алексей Жуликов. Это один из парней лейбла «Си Плюс». И в рамках нашего подкаста тоже предложим привычные вам три пункта про жизнь героя. Да, Саш. И первое, на что я обратил внимание, это на то, как Любовь заметила в диалоге героя некоторую разницу, некоторый рассинхрон того, что он говорит и тех эмоций, которые он невербально показывает. Так. Но я помню, да, что он там такие были замечания, знаешь, что он как будто бы говорит о радостных вещах, но сидит при этом, да, такой, типа, грустный. Да. И, соответственно, это, правда, один из важных компонентов психического здоровья, того, насколько я целостен, насколько я конгруентен, есть такое умное слово, насколько я соответствую себе, а не делаю вид, да, то есть некоторое такое единство моих ощущений, которые идут изнутри, из тела, моих чувств, эмоций, моих мыслей, того, что я думаю в связи с этим, с этой информацией, которую я получаю из тела, и моих действий. Наверное, вот, может быть, ты замечал и по себе, когда, допустим, я на самом деле грущу, но как-то улыбаюсь, со смешкой говорю об этой грустной истории, либо же наоборот. Ну вот в компаниях так, знаешь, ты вообще думаешь там о чем-то, господи, как я хочу поехать домой, но сидишь при этом, ой, ребята, какая классная тусовка. Я не знаю, лицемерие это или не конгруентность, но мне кажется, ну, такое состояние я точно за собой замечал, да. Да, и если это сознательно, то есть это такой социальный жест, чтобы как-то не обидеть никого, это все окей. То есть ты в этот момент поддерживаешь, ну, некоторую свою, ну, хочешь не расстроить людей или не обидеть их, и это сознательное твое решение. Но если же ты это делаешь, не понимая, вот, что на самом деле есть разница между твоим вот этим эмоциональным ощущением и тем, что ты думаешь о том, что ты говоришь, это вот как раз такое некоторое расщепление. Вот, и... Ну, мне кажется, я вот, знаешь, прости, что я тебя перебиваю, мне кажется, я вот когда смотрел на Лешу, да, в том числе выпуск, мне кажется, что вообще творческим людям в целом, ну, как бы, иногда бывает сложно. Я вот даже по себе замечаю, потому что я все-таки креативщиком работаю и тоже, знаешь, иногда прям мысли очень расходятся с тем, что, типа, у тебя в теле происходит. И поэтому, мне кажется, бывает так, ну, очень сложно. Да, но я не знаю, можно ли это отнести именно к особенностям творческих людей, потому что, мне кажется, это в целом достаточно понятная такая сложность, с которой часто работают психологи. Вот, ну, и в ней нет ничего критического, это просто интересное наблюдение за собой, что иногда я действительно замечаю некоторую разницу между своими ощущениями и тем, что я делаю. Вот, во втором пункте я хотел подметить такой вопрос, который обсуждался в передаче про зачем я работаю. Потому что вот этот вопрос, мне кажется, себе очень здорово задавать в детстве мы... Периодически, да? Периодически, конечно, да. В детстве мы наблюдаем за родителями и они зачем-то работают. У них даже иногда понятное обоснование, там, чтобы прокормить семью, либо я работаю, чтобы, ну, вот, как-то продвигаться по карьерной лестнице, начальник был доволен, либо работаю, чтобы быть хорошим человеком и все вокруг говорили, посмотрите, какой там прекрасный Иван Иванович. Какой прекрасный Геленджик в 2008 году, чтобы съездить на отдых. Да, совершенно верно. И потом вдруг я обнаруживаю себя в возрослом уже виде, работающего, но совершенно, опять же, не соотносящего, а зачем я наполняю свою жизнь таким именно объемом работы? Либо там, большим очень, либо там, может быть, недостаточным. Ну, потому что есть некоторые паттерны взятые, что работать нужно для чего-то. Это часто передается из семейной системы. Мы семья трудолюбивая. И вот, соответственно, я не должен себе дать ни секундочки покоя, потому что, если я беру себе лишний выходной день, я сразу чувствую себя дискомфортно, я сразу чувствую себя тем человеком, который упускает что-то, либо должен подвергнуться обструкцией, чувствую свою вину, хотя никто меня не винит, и наоборот, даже семья моя или близкие счастливы, что я наконец-то сделал дополнительный выходной, а я грустный. И наконец-то съехал от них, да? Нет, и наконец-то провожу время с ними, а я грустный, я встревоженный, я волнующийся, потому что что-то со мной происходит, и я даже не могу понять, что, и вдруг я действительно могу заметить, что у меня есть некоторая установка, что я же трудолюбивый, а сейчас я прохлаждаюсь, сделал лишний выходной, и тогда вот правда вот эту тревогу, это волнение, эту вину можно заметить и задать себе этот вопрос, а зачем именно мне именно сейчас в именно тех условиях жизни, в которых я работаю, в которых я живу, работать, для чего мне это делать? И тогда я могу заметить, что я работаю, чтобы действительно иметь больше выходных, например, я работаю, чтобы действительно зарабатывать столько, чтобы брать не два выходных в неделю, а три, не один, а четыре, ну и так далее. Вот. А третий пункт, который меня как-то вдохновила вот эта передача, это про тему интровертности и экстравертности, то, что герой описывал себя как интроверта, и это вопрос, конечно, интересный. Вообще, как люди это определяют себе, то есть... Мне кажется, чаще всего типа я общаюсь с людьми, я экстраверт, я не общаюсь с людьми, я интроверт. Да-да-да, сижу дома, интроверт, вот, люблю ходить в клубы, экстраверт, вот такая диагностика прекрасная, вот. Но, если так серьезно, то в целом можно при желании найти в интернете такой тест личностный опросник Айзенка и узнать. Вот, это такой один из самых простых, самых классических опросников на эту тему, но чаще, мне кажется, люди забывают, что вообще-то мы как организм, такая нестатичная субстанция, не то, что не изменяется никогда, неизолированная субстанция, то есть мы находимся в какой-то среде в мире, среди какого-то социума, и на нас влияют наши, допустим, возрастные изменения, на нашу готовность к коммуникации, на нашу экстравертивность или интровертивность, на нас влияют разные социальные события, окружение, ситуации, в которой мы оказываемся, например, я оказался в компании новых людей, и это какая-то профессиональная тусовка, я не очень понимаю, насколько я соответствую ей, потому что я начинающий специалист, и действительно, мне нужно присмотреться, познакомиться, и я веду себя достаточно интровертированно, то есть я скорее молчу, скорее наблюдаю, скорее нахожусь чуть-чуть в стороне, смотрю на то, что из себя представляют окружающие, присматриваюсь и так далее, либо я оказался вот в ситуации, где это мое, я там достаточно экспертен, я действительно с удовольствием делюсь своим опытом, поддерживаю диалог и веду себя достаточно экстравертированно, вот, но при этом я, это как раз-таки ничего не говорит обо мне, может быть я интроверт, просто я оказался в ситуации, где мне действительно есть развернуться и чем поделиться. Ну и где у меня есть такой навык, типа, да, ты имеешь в виду, что я могу это сделать? Где ситуация для меня привычная и так далее, вот, поэтому интересно скорее смотреть на себя как на динамический объект, как на процесс, и в этом случае иногда мои какие-то интровертированные характеристики усиливаются, интровертные, а иногда я становлюсь больше таким экстравертом, больше направленным на людей, человеком, и правда это может меняться в зависимости от разных условий. Блин, а я еще замечал, знаешь, как Гош, и по себе, и по другим людям, что это, типа, меняется иногда и с возрастом, типа, то есть там, знаешь, в 24, в 20, там, в 23, в 24, ты такой, о, тусовки, о, погнали, а сейчас я вот такой, блин, ну, до 10 максимум побуду и поеду домой. Конечно. Лягу под одеялко. И это не критерий того, что ты вдруг, допустим, если ты был до этого экстравертом, вдруг я стал интровертом, что-то в тебе сломалось, и надо как-то это срочно лечить. Да, некоторые обстоятельства, в том числе возрастные, изменились, и как-то ты себя по-другому ведешь, но это не значит, что в 70 лет ты не будешь активным дедом, ездящим на скутере в тусовке таких же активных дедов. Блин, да, я бы посмотрел, на самом деле, вот на QG, на Лешу, я бы посмотрел, там, через несколько, через 5-10 лет, как он бы ответил сейчас, типа, на этот вопрос, ну, про себя. Ну, прикольно, прикольно. В общем, вот такие три пункта у нас для Леши QG. Ну, а чтобы посмотреть весь выпуск «Психологии улиц» и полноценно познакомиться с героем истории Леши QG, подписывайтесь на «Си плюс мюзик». Ребята эксклюзивно выпускаются на платформе «Дзен», так что вас ждет интересный контент, все полезные ссылки в описании. Ребята, привет! У меня есть страх отвержения и отказов в общении с мужчинами. Есть знакомый, который мне нравился несколько лет назад. Возможно, симпатия была взаимной, но активных действий от него не было. А я также была не инициативной, инициативной, о чем немного жалею сейчас. Сейчас я мало о нем знаю, «Кажется, уехал из нашего города, если девушка, тоже не знаю. Мы просто подписаны друг до друга в социальных сетях». После выхода из длительных отношений четыре года, по-бывшему не страдаю, вспомнила о знакомом и чувствую интерес и как будто влюбленность, часто думаю о нем. Написать боюсь. Вдруг он уехал из города, и тогда мне будет неловко, что я осмелилась и написала, но мы даже не увидимся. Дружба в онлайне или любовь на расстоянии меня мало интересует, но есть сомнения. А вдруг он вернется? Или мы встретимся в другом городе? А вдруг наше общение, онлайн-общение, перейдет в реальные отношения? Или наоборот, вдруг он занят? Тогда я погрущу и пойду дальше. Вопросы. Как побороть страх отказа и написать все-таки этому знакомому? Понимаю, что надо идти в свой страх, и свожу себя мыслями и догадками, злюсь, что не могу этого сделать. Боюсь, вдруг кто-то проявит инициативу раньше меня, и он будет занят или уже занят. Второе. Почему я вообще про него вспомнила, и все остальные парни мне не особо нравятся? Мой психолог говорит, что психика ищет известное, и я боюсь новых знакомств. И третье. Действительно ли, когда мужчина хочет, он берет и действует? Или это все предрассудки? Да, мне нравится третий вопрос. Третий вопрос, да. Интересный. Любопытный, я бы даже сказал. А у меня, вот давай тогда начнем, может быть, с первого все-таки. Давай. Вот так будем двигаться, да, здесь три вопроса. Но вообще вот то, что описывает наша слушательница, вообще нормальные вопросы у нее возникают. А вдруг он, там у него есть девушка, а вдруг он в другом городе, а мне надо, а вдруг то-то, а вдруг он откажет мне, а вдруг он, там что-то еще. Вот. Ну, а вдруг, а вдруг, а вдруг, в принципе, это нормальные вопросы. Действительно, это все вдруг может быть. Вот. Нормальные ваши сомнения, писать, не писать, а надо, не надо. А там, нужно мне идти в это смущение, что я куда-то первое напишу или нет. Ну, то есть, и в принципе нормальное желание прояснить все-таки, потому что интерес есть. Конечно. То есть, это все понятно. Вот. Но, вот, ощущение, что наша слушательница, желая что-то написать, она как будто как-то очень сильно оголится, или очень сильно рискнет, или очень сильно, вот, что ли, в чем-то таком должна признаться, и как-то так обосновать свое поведение, ну, Сири, я в тебя тайно мечтаю о тебе, ну, поэтому тебе написала. Поэтому тебе написала. Вот. Большое как будто чувство такой стыда, типа, что я, потому что я буду слишком откровенный. Мое проявление, и меня застыдят. Ну, да, да, и как будто я буду слишком откровен. Мне кажется, что, ну, это сейчас будет супер банальная история, но мне кажется, что просто можно написать привет, что-то про тебя вспоминала, ты где, как дела. Да, да, кстати, с простого диалога. Да. Отличный город, отлично. то есть никаких самораскрытий, никаких ничего. Если вы увидите ответный интерес, как здорово, что написал, я тоже про тебя думал, там, ну, или еще что-нибудь. Увидел тебя в кофейне, ты в нашем городе или уже переехал? Ну, можно спросить так. Ну, типа, подумал, что ты. человеческий, вот, если вам в ответ ничего не прочтут сообщение, либо придет, ну, да, 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 вот. Причем такое именно голосовое, бля, 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 то, в целом, можно, да, в целом, тогда можно не продолжать диалог, я думаю. Да, вот, ну, вот, это такой первый пункт. Во втором, если честно, мне кажется, что, не знаю, Саша, как у тебя было, как ты воспринял этот вопрос, но мне кажется, что вот этот страх, про который она говорит, как бороться страх отказа, извожу себя мыслями и догадками, злюсь, что не могу это сделать, вот, он как будто больше, чем вообще ситуация, то есть, потому что... Я думаю, что даже из вождения себя больше, чем этот страх отказа. И это тоже, да, потому что, ну, в целом, возможно, какой-то типочек. Ну, непонятно, вообще нравится... Тюбик, как говорят сейчас. В инстаграме, да? Да. Нравится она ему или нет? Вообще непонятно, понравится ли он ей, потому что это какие-то воспоминания, может, сейчас он вообще просто там, ну, не знаю, что отъехал вообще конкретно. да, то есть, вообще ничего не ясно. Есть ощущение, что за этим, за этой ситуацией стоит не про страх написать, а вот что-то другое, что-то более масштабное, на уровне бессознательного, не про отношение вообще с этим чуваком, а про, ну, может быть, какое-то другое отвержение вы... не на вопрос, как дела для вас. Вот почему-то такая склейка у вас произошла. То есть вот... — Что если он уж мне откажет, то тогда я вообще никого не найду, да? — Например, вот такое. То есть что-то за этим более глобальное, чем вот просто... Потому что в целом, ну, какой-то типа, какого-то она вспомнила. Потому что вот сейчас на цитатке, мне кажется, нормально после расставания думать, а кто-то у меня был в фан-клубе, может быть, сейчас отлично с ним повеселиться. Нормальная мысль. — Да. — Вот. Но за этим стоит как будто что-то, что мы не видим. Что-то за шкафом, какой-то другой большой страх, который с этой ситуацией вдруг привязался. — О, а можно я прикольный личный наш пример с тобой расскажу? — А, ну давай. — Ну потому что мы какое-то время с Гошей не общались. — Так, давай. — Вот. И помнишь, ну, типа, а у меня был очень такой большой страх, что я приду к нему и что-то расскажу, и потом, ну, типа, я пришел к тебе в какой-то момент, и мы с тобой очень хорошо поговорили. Я помню этот момент. — Да. — Ну, и у меня тоже был такой страх, что сейчас Гоша меня куда-то пошлет подальше. Ну, типа, и тогда, и что я буду делать? Ну, типа, и я пришел, и мы с ним нормально поговорили. Ну, типа, там, я рассказал, что я там думал, да, про какие-то наши отношения. Гоша поделился своим, и мы нормально, типа, поговорили. Ну, то есть, там, с каких-то базовых вещей. Я подумал, что, ну, это, мне кажется, не в целом, не про отношения мужчин и женщин, а вообще в целом. Ну, то есть, вполне нормально общаться со старыми знакомыми. Вот. Типа, и, может быть, правда, там, возврат к каким-то вашим отношениям может перерасти вообще во все, что угодно. — Да, да. Ну, и третий пункт есть, на самом деле. — Давай. — Конечно. — Ну, вот это как раз... — Мы на третий вопрос будем отвечать? — Вот. — Давай еще раз его прочтем. Действительно ли, когда мужчина хочет, он берет и действует? Или это все предрассудки? У тебя есть размышления? — Мне просто интересно, что значит хочет. Хочет чего? И что он берет, и как он действует? Вот мне хочется три вопроса задать. Что мужчина хочет, что он берет, и как он действует? — Да, да. У меня, знаешь, есть смешная такая немножко... — Не, просто я представляю, про что это. Это, типа, знаешь, про такое, что, типа, мужчина как будто должен проявлять инициативу. Если ему нравится, если ему действительно хочется, там, познакомиться с девушкой, то он должен, типа, взять все в свои руки и подействовать. Ну, мне кажется, есть такая, да, установка. Ну, и некоторым женщинам, правда, нравятся такие мужчины, которые, ну, активно себя проявляют. Ну, есть, наоборот, те, кто... те, кому нравятся более такие холодные, знаешь, типа мужчины, которые не, там, не как-то не реагируют, да, на проявления, там, со стороны девушки, а такие, ну, как я видел недавно, Рилс, выходи, тварь, да, уже бегу, вот. Поэтому, ну, мне кажется, это, типа, разные предпочтения, вот так, ну, у девушек. Ну, кому-то нравится, да, мужчины, которые, там, берут и проявляют инициативу, там, и как-то взаимодействуют. Вот, ну, там, я, если нахожусь в отношениях, ну, я проявляю инициативу, ну, кому-то... А тут до отношений вот ситуация-то. Ну, просто я, я просто, знаешь, как... Тут вопрос, если бы я ему нравился, он бы сам уже проявил инициативу? Я просто, знаешь, думаю, что, ну, человек может быть занят абсолютно своими бытовыми делами и вообще о вас не думать. Вот я про что думаю. Ну, типа, и тогда... Ну, а как вы узнаете про его интересы, если не вы взаимодействуете с ним? Ну, это невозможно об этом догадаться, вот. Если одно дело, там, если он ставит огонёчки, пишет, ой, какая вы красивая, там, ставит лайки на ваши фотографии и тому подобное, но всё равно, и это не может быть сигналом того, что он вам нравится. Ой, вы ему нравитесь. Это может быть просто, ну, типа, он лайкает старую знакомую, вот, понимаешь, в чём фишка? И, типа, здесь пока ты не проявишься, ты не узнаешь, ну, типа, какой действительно Атташе у него к вам. — Хорошо, а я, знаешь, это буду восставать против сексизма. — Так. — В сторону мужчин здесь. Вот, потому что в целом, вообще-то, все, когда действительно хотят, то действуют. — Да. — Все люди. — Я согласен. — Когда жопу подожгли, надо тушить. Ты не думаешь в этот момент, ты действительно хочешь её потушить. Вот, и поэтому, вот, чего я хотел сказать, что... Но наша слушательница, вот, в свою очередь, она говорит, что я боюсь и поэтому не делаю то, что хочу, вот. А мужчина, как будто бы, какой-то отдельный вид, как будто это какой-то чувак, который всегда, когда хочет, он прям не может не делать. — Он прям обязан делать, да, да. — Нет, он просто не может остановиться. Хочу ссать и ссать прям. — Прям посреди улицы, да. А, типа, сходить в туалет, дойти потерпеть, ну, как бы, да. — И иду. То есть он как будто не может в этот момент испытывать смущение, страх. — Конечно, да, да, да. — Очень хорошая метафора. — Ну, короче, вот у меня такая мысль, поэтому... — Я понимаю, да. — Мне кажется, что вот мы сейчас так посмеялись, вот, и ты классно заметил культуральный вот этот аспект, что принято, что мужчина, типа, там, скорее, там, обращается к девушке, чем к девушке, к мужчине. Вот, но это отдельно, давайте оставим эти культурные истории, вот, как хотите, так к ним относитесь, но вот правда ли это или не правда, мне кажется, вот легко просто на примере человека без определенного пола, да. Если человеку страшно, он часто не делает, потому что страшно. Вот и все. — Да, я согласен. Поехали к следующему вопросу. — Скажите, пожалуйста, как понять, что не любишь человека и пора расставаться, что наступил не какой-то кризисный этап, а действительно чувства прошли? Состою три с половиной года в отношениях с парнем. До этого мы дружили три года, если это важно. Он очень хороший, заботливый, добрый, с ним комфортно, но последние пару месяцев я как будто мало чувствую, мало что чувствую и затрудняюсь принять решение относительно будущего этих отношений. Вот такой вопрос, коротенький. — Да, ну отсылка, мы любим так делать, у нас 134 выпуск, у нас там был один из вопросов про кризис трехлетнего возраста пары, вот выпуск называется «Конфликты в паре, кризисы, секс и адаптация», такая отсылка, обожаю, колоссно я подготовился. Ну ладно, но вообще давайте с парадоксального, что вот как понять, что не любишь, и пора расставаться? Здесь как будто бы это закономерность, как будто это равно, не любишь, значит, пора расставаться. — Да-да-да, как будто в логической связке находится. — Да, вот это первый шаг и второй. И мне кажется, что не любишь, это может не быть причиной для расставания. — Ого, это отличная мысль. — Да? А чем тебе понравилось? — Потому что, ну, мы, давай, блин, нет, я боюсь спойлерить, просто мы записывали в будущие выпуски, там очень хорошая фраза прозвучала от гостя, да, которая будет у нас в будущих выпусках. — В 142-м. — Про то, что, типа, я не люблю тебя за это, то есть, ну, можно не любить человека за что-то, да, там, ну… — Понял. — Да, но в целом оставаться с ним в отношениях. — Да, и наоборот, бывает, что люди любят друг друга очень сильно и расстаются, причем принимают решение, что для нас так будет лучше. Вот почему-то, прикиньте, такое тоже бывает, выбирают так люди. То есть, вот это для меня причинно-следственная связь, здесь я бы поставил под сомнение, не то чтобы вам прям нужно ее разгромить, но вот вы как будто об этом говорите как очевидные связки, а… — Бывает по-другому. — Это первый пункт про то, что, может быть, над этой связкой поработать, вот, потому что, ну, правда, периоды в паре бывают разные, и вот это вот понимание «люблю-не люблю», ну, что в него включается, вот. Мне очень плохо с этим партнером, я расчаровался, увидел, что у нас вообще цели не совпадают, и разлюбила, либо, ну, то есть там миллион разных, либо что-то другое. Ну, ладно, это уже ушли куда-то в сторону. Вот второй вопрос, мне кажется, второй пункт в этом вопросе, мне кажется, что если вы пишете, что, может быть, это кризисный этап, ну, давайте тогда попробуем отнестись к этому как к кризисному этапу. И вот если это на метафоре человека, то есть вот человек лежит на улице, вы подходите, и ещё непонятно, что с ним, то ли помер, то ли нет. — Так. — Ну, непонятно. Вот. Вы, может быть, там, если у вас есть какие-то знания о первой медицинской помощи, пульсом пощупаете, не знаю, там, на бок его положите, чтобы он там не подавился языком, ещё что-нибудь сделаете, а может, и не будете трогать наоборот, потому что так не надо делать. — Или спросите, бать, ты нормальная? — Нормальная. — Нормальная. Вот. Вызовите скорую, дальше там с этим человеком его там обследуют, вас, ну, как-то постарайтесь провести реалиминационные процедуры на месте или уже где-то, там, что-то с ним, ну, в общем, тогда, если у вас есть предположение, что кризис, надо определить, чем этот кризис вызван, то есть, ну, привыканием к друг другу, тем, что что-то не устраивает отношения, к тем, что переосмысление смыслов и целей в отношениях происходит, и у вас что-то потерялось, умерло, а что-то не родилось ещё или вообще, то есть, ну, как-то проведите диагностику, обсудите с партнёром, подумайте, что бы вы могли сделать, чтобы реанимировать, да, или там провести какие-то оздоровительные процедуры для ваших отношений. — Блин, супер. Мне вообще очень нравится вот эта идея про оздоровительные процедуры, мне кажется, периодически очень важно с партнёром актуализировать, ну, типа, условно, то, что вы обсуждали, там, полгода назад, там, или год назад, очень важно, мне кажется, к этому возвращаться и обсуждать, ну, а сейчас ли у нас так, ну, типа, в отношениях. — Ну да, то есть, если есть предложение, что это кризис, надо отнестись к нему как к кризису. В кризисе надо принимать антикризисные меры. — Да, класс, класс. — Вот, мне кажется, что если нет, вот, у вас сейчас определения, это вот мы переходим к третьему пункту, то, что вообще находиться в сомнениях — это важный период. — Супер. — Вот, что я думаю. Потому что он возник, вот этот период, надо разобраться, что со мной, что происходит, и вот пусть вот это вот всё зреет, я буду думать, я буду об этом говорить с партнёром, не с партнёром, с психологом, не с психологом, с друзьями, не с друзьями, с кем-то ещё. Я буду в этом вариться, я буду в этом думать, я буду следить за своими желаниями и тем, что желание тормозит, я буду смотреть о том, как мне становится лучше или хуже, смотреть, что мне помогает, а что мне мешает, то есть, вот я буду сомневаться. — Я просто ещё думаю, в сомнениях много пользы. — Можно к тому добавлю пункту? Мне кажется, но при этом, если у вас уровень доверия с партнёром хороший, мне кажется, очень важно и с партнёром тоже это обсуждать, ну, типа, говорить про свои сомнения. — Ну, стремновато, ну да, да. Ну, в смысле, стремновато может быть. — Я понимаю, да, что он тоже, да, может отреагировать по-разному, но как будто, типа... — Ну, классно это, если это получается. — Да, если это позволяет ваше отношение делать, мне кажется, это тоже. — Может быть, сначала без партнёра даже про это с кем-то говорить, потом уже как-то... То есть, здесь уже как пойдёт, но, в общем, я думаю, что находиться в сомнениях энное количество времени нормально. Вот, то есть, энное количество времени думать, увольняться с работы или не увольняться, энное количество времени думать, там, рожать ребёнка, не рожать, энное количество времени думать, там, поступать куда-то или не поступать, переезжать, не переезжать, ну, то есть, ну, должен быть период сомнений. Конечно, хочется быстрее как-то, но просто в эти сомнения можно пытаться задвинуться, сказать, нет, нет, я не сомневаюсь, не буду вообще про это думать. А можно уделять им некоторое время, не все, но какое-то время для размышлений. Вот такой пункт. Класс. Двигаемся. Да, поехали. Предпоследний вопросик. Привет. Уже несколько лет преследуют следующие проблемы. Живу с молодым человеком уже около трех лет. Постоянно находимся в одной комнате. И я стал отслеживать за собой следующие неприятные особенности. Первое. Трудно заниматься личными делами, когда дома молодой человек. А он дома почти всегда, кроме работы. Когда он на работе, чувствую себя более комфортно в плане личного пространства. Могу заниматься личными делами, спокойно работать и так далее. Когда он дома, у меня с трудом получается заниматься чем-то личным. Например, мне трудно сесть и начать писать что-то в дневник по психотерапии или проходить какой-то обучающий курс. Кажется, как будто я наведу другого человека постоянно, и он может оценивать мои действия как недостаточно продуктивные. Второе. Не могу концентрироваться на деятельности. Если я начинаю читать книгу, то думаю о том, что сейчас бы надо пойти лучше приготовить обед на завтра. Если смотрю какой-то фильм, то думаю, что полезнее было бы сейчас почитать. Кажется, что выбор огромный, и я теряюсь в приоритетах. Чем нужно сейчас заниматься, а что лучше отложить на потом. Особенно это касается необязательных дел, как чтение книги, саморазвитие, обучение просмотров фильмов и так далее. Я много вам излила, буду рада, если разберете хотя бы одну из проблем. Спасибо. Я просто ржу на слово «излила». Не могу просто. Прям представил, как человек нам изливает. Блин, простите, я просто что-то смешинка попала. Да. Ну, знаешь, первый пункт. Смешинка и классно-руководительский жаргон. Вот так. Вот вы пишете, что... Боже, ну скажи нам, мы все посмеемся. Да, сейчас я ищу эту цитату из... Вот, кажется, как будто я на виду у другого человека постоянно. Вот в первом пункте я хочу сказать, что вам не кажется. Вы правда на виду, да? Вы реально на виду. Вас все время видно, вы в одной комнате. То есть даже если человек на вас не смотрит, вы боковым зрением, либо аудиально он вас слышит, ну, либо еще что-то. То есть вы живете в однушке три года, и вам реально... Да. Вы очень много времени проводите в одном помещении, и где пукнуть невозможно без последствий. Ну, реально вас видно. То есть вам не кажется. И в этом смысле это сложно. Ну да. Вот, это сложно, когда вот в таком постоянно... Под наблюдением, да. В одном пространстве это реально сложно. Вот, это такой первый пункт. Второй пункт про проекцию. Вот, потому что вот во втором вопросе вы описываете свои действия как непродуктивные. То есть у вас вечное метание, говорят, это я делаю, возможно, а надо было другое. Это, возможно, я лучше вот этим занялась. То есть вот вы во втором вопросе, у вас очень много сомнений в своей продуктивности. Вы как-то очень прям себя, ну, не терроризируете, но прям одергиваете. Ага. Очень много. А в первом вопросе вы как раз рассказываете о том, что вам кажется, что парень вас считает непродуктивным. Что находясь в одной комнате с парнем, вы все время себя цените, потому что вам кажется, что он думает, что вы занимаетесь фигней. А, и второе, это проекция с первого, ты имеешь в виду? Ну, точнее, первое, это проекция с второго. То есть она считает свои действия непродуктивными. И поэтому думает, что парень считает точно так же. Да, находясь в одной комнате, парень кососно на нее смотрит, думает, ну, ты херню ее занимаешься, мать. Вот. Хотя, ну, вы описываете, что вы. Да. В проекция с ребят так думаете. А он как будто этого не озвучивает даже. Что ваш парень думает, пока действительно остается непонятным. Да, вот это такой второй пункт. Слушай, я думаю, можно я вкину из личного опыта как будто. Да, да, да. Ну, когда там я с партнером нахожусь, мне кажется, я вполне себе озвучиваю, типа, ну, там, что я бы там сейчас условно хотел делать. Допустим, мне там надо смонтировать подкаст. Я говорю, там, я на полчаса в наушниках, там, или на час я в наушниках, поэтому, если что, там, пинай меня, что-то еще. И партнер вообще мой сам вполне себе занимается своими делами, там, книжку читает, что-то делает. У нас нет никакого такого, типа, знаешь, ну, вот я не знаю, как это формируется. Это очень хорошее такое, у нас как-то, ну, вот так сформировалось, мы просто там... Ну, звучит как родительский, знаешь, привычка, что я с присутствием мамы или начальника, еще бывает, не могу не работать, не могу не делать уроки, не могу бездельничать. Ага. Звучит это у меня или в вопросе? Нет, в вопросе, да. Да, да, да. То есть, вот эта привычка как будто она запускает вот эту вот историю. То, что я не могу сидеть на работе и так вот, не знаю, с какой-то... Листать Инстаграм. Какое-то время, да, тупить. Вот, потому что за все 8 часов заплачено, и, значит, либо там я не могу в присутствии родителей, не мог, потому что мне все время говорят, а, сидишь просто на тряпку в мой пол. Да, опять в своем компуктере. Да, да. А, ты освободился, так иди отцу помоги в гараже. Картушку копать, да. Вот, то есть, возможно, здесь вот эта история. Ну, либо, знаешь, вот еще какая тема, я тогда тоже докину тебе, что, ну, то есть, есть разница. Вот наша слушательница чувствует вину за те действия, которые она делает. То есть, реально, какая-то хрень, которая, ну, на ее взгляд хрень. Либо это дискомфорт от того, что она это делает в присутствии парня. То есть, некоторые дела хочется делать... В личном пространстве. В личном. Ну, одному. Ну, вот, это правда, то есть, ну, там, что-то, что-то мне хотелось бы делать. Блин, ну, правда, мне кажется, в отношениях очень важна личная пространство, когда ты можешь уединиться и сам заниматься тем, что тебе хочется. И вот, насколько эта возможность есть... Вот, хочется задать вопрос, кстати, насколько есть возможность в этих отношениях. Да, походу, не очень. Ну, типа, вот, условно, уйти одной на кухню и заниматься тем, что я хочу, парень пока там занимается своими делами. Да, но интересно, что вот парень, она пишет, что он на работе, а когда возвращается... А вы-то что-то весь день дома сидите, мне вопрос. Кстати говоря, вот, может быть, ну, наш слушатель как раз ощущает некоторую, знаешь, ну, парень очень много чего делает, а я бездельница. А-а-а, а, кстати, вот, а тогда вопрос у меня возникает, ну, типа, работаете вы или нет, и тогда... О, слушай, тогда у меня такая логическая цепочка выстраивается. Что-то со вкладом в отношения друг к другу. Да, 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 и, типа, условно, парень какой-то там... ну, я сейчас буду такими стереотипами, говорит, кормилец, да, и, типа, кажется, что если парень приходит, то всё должно быть прибрано, готово, но если я читаю книгу, тогда я что-то недостаточно делаю для наших отношений, потому что парень такой, типа, работящий. И это хорошо бы обсудить, потому что, может быть, парень тоже так считает, а может быть, это ваша какая-то паранойя. А может быть, вообще, это фантазия, да. Ой, да, ой, хорошая мысль, Коша. Вот так, ну, это от тебя родилась. Слушай, ну, и вот, наверное, последнее, что мне на самом деле немножко разозлило. Так. Потому что наша слушательница сказала, у меня, вот вначале она говорит, у меня, я начала отслеживать за собой следующие неприятные особенности. Неприятные особенности, понятно. И перечисляет две особенности. Так. А потом говорит, я многому взгляну, буду рада, если разберёте хотя бы одну из проблем. То есть никакого вопроса, то есть никакой ориентировки, никакого направления на результат. Вот, я рассказал о том, что со мной происходит, делайте с этим что-то. И вот, ну, другой вариант, я, может быть, и не обратил бы на это внимание. Но в данном конкретном вопросе я вот хотел бы обратить, что вы просто описываете неприятные особенности, ну, вот и такая. А вот что вы хотите? То есть здесь нету… Разберите это. Здесь нету никакого сотрудничества. То есть, ребята, мне бы там хотелось предположить, что я могу делать, либо помогите мне разобраться, что происходит, либо как вы на это смотрите. Да, то есть вот нету сотрудничества между нами и слушательницей. Типа нам дали наотку, разберите. Да, и потом, я вам излила… Разбирайте. Разбирайтесь. Я вам вот много излила. Видите, сколько я проделал? Я вам излила. Ну, так давай разбираться вместе, да? То есть, ну, мне кажется, это… Вот в данном контексте это феномен. Вот что… И вот, возможно, нашей слушательнице не удаётся… Сформировать… Сотрудничать с парнем по поводу своих переживаний. Ага. То есть, ну, можно сказать, слушай. Ну, то есть, как будто нет обращения. Я просто могу рассказать о своём состоянии, и всё. А что хочу? Что я предлагаю? Какие у меня есть идеи об улучшении ситуации? Что я чувствую по этому поводу? Ну, какая-то интенция направлена к другому. Ага. Вот, то есть нету… Ну, знаешь, это вот как бывает на работе ругаются, ну, может быть, в кратительщиках тоже, ты мне скажи, когда люди приносят проблему. Так. Так. И всё, говорит, решайте, решите, помогите. Вот. Ну, как бы хорошо, но а что ты уже думал по этому поводу? А что ты сам предлагаешь? А может быть, у тебя есть идеи, но есть сомнения? Или каковой конкретной помощи ты хочешь меня попросить? Да? То есть вот когда люди не доносят, они выносят свой, условно, в мусор, да, вот это вот «вот что со мной», вот. А, но дальше нет никакой интенции, ну, типа, я развалился, лежу и делайте, чтобы мне было хорошо. Вот, ну, звучит немного агрессивно от меня, но я, правда, вот в данном контексте этого вопроса думаю, что это важно, что наша слушательность просто описывает себя и не задаёт вопросы. — А тогда, ну, типа, по-другому было бы, если бы она, типа, я делал, я уже пыталась делать то-то, 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 но это мне не помогло. Что вы можете посмотреть? И тогда это бы звучало по-другому? — Ну, это звучало бы деятельно. — А-а-а, ага. — Вот, а здесь вот, правда, звучит так, что, ну, ну и чё? Ну, очень жаль, реально жаль. — Ну, да, грустненько. — Так звучит душно, ну, в смысле, как будто наша слушательница душна в этих четырёх стенах. Вот, как будто хочется пространства. Ну, вот, ну и в целом, это, я думаю, что вот наша слушательница по второму вопросу, она вот пытается заниматься таким улучшайзингом, да, то есть, вот это слово я подцепил тоже. Вот это улучшайзинг, мне, возможно, надо это делать, а, возможно, лучше делать то, а, возможно, делать вот это, вот, потому что просто как будто не может страдать хернёй. Ну, это же прекрасно, лежать и жрать бутерброд. — Да. — И ничего не делать два дня. — С колбасой и сыром. — Вот, но это невозможно, почему? В этих отношениях. Почему мы не знаем, что происходит? Мы не знаем, ну, опять же, это потому что, ну, вот, есть факт про нашу слушательницу, но ничего про её парня мы не знаем, ничего про её собственные мысли, как ей с этим. Ну, вот, мы знаем просто вот, что тяжёлее. — Такая проблема существует. — Да, такая проблема существует. И можем только предполагать. — Я знаешь, что я сейчас подумал, что у нас тема путаницы в отношениях. — Так. — И я отловил себя, что я достаточно, ну, могу звучать агрессивно и зло. — Так. — Тебе так не кажется? — Нет, мне так не кажется, потому что, ну, мне кажется, мы отвечаем на вопрос. — Ну, а вот знаешь, я подумал, почему это вызвано? Потому что вот как раз, мне кажется, вот когда есть такая путаница, какая-то вязкость, то как будто её... — Разбор может казаться агрессивным? — Ну, как будто в этой вязкости нужна чёткость. А чёткость — это, ну, одно отделить от другого. А чтобы это было, нужны границы. Нужны понятные слова, нужны понятные критерии, нужны понятные действия. Вот, и вот это как раз и вызывает... — А, и поэтому, когда нет таких понятий, то вот твои там условные рекомендации могут звучать как будто... — Ну да, да, и мне и приходится вот так быть. То есть к тому, что я сейчас подумал, что, ну, в этом смысле наши слушатели нуждаются и в сочувствии, потому что, конечно, в этой вязкости... — Сложно находиться, да. — Ну да, да, то есть и иногда делать нету ничего сил, потому что так всё размазано, и так всё вязко, что чтобы начать действовать, нужно вот себя из этой вязкости, вот знаешь, как вот этот в Терминаторе, человек, себя сначала собрать. То есть из этой лужи ты не можешь начать действовать. И поэтому в этом моменте, может быть, шагом, что, ну, хочется как-то пожалеть человек, сказать, ну, давай, давай, собирайся в своём темпе, потом будешь, поделаешь. Ты знаешь, как будто вот это может быть нехватающим элементом. — Класс. Хорошо, что ты про это говоришь. — Подумал в процессе. Всё, у нас последний вопрос, очень длинный. — Да, очень длинный. — Слушатели, ну что, заготовьте... — Приготовьтесь, налейте чайку, возьмите печеньки. — Возможно, мы будем какие-то вещи, может быть, разбавлять, реагировать в процессе. — Да, на вопрос. — Посмотрим, как получится. — Поехали. Здравствуйте, вопрос подкидываю очень непростой. Встречаюсь с парнем вот уже один год. Отношения во многом замечательные и доверительные. Поддерживаем и слушаем друг друга. Все вопросы решаются через разговоры по душам. Никаких предпосылок к следующему не было. Но в один день молодой человек прямо заявил, что перестал видеть со мной будущее. Меня, как человека, который был максимально привязан к человеку и ощущал максимальный комфорт в отношениях, это очень сильно поразило. На вопрос «Ты хочешь расстаться?» Ответ был дан, точнее, как будто бы между строк в ответе можно было прочитать именно это. Спустя некоторое время обсуждений, чувств человека, такой прямой вопрос, снова прозвучал. И снова остался без ответа. — То есть я так понял, что вроде бы отъезжал «да», а вроде бы и «нет». Сам молодой человек также ценил эти отношения, дарил любовь на любовь, был привязан ко мне. Во время этих разговоров парень также сказал, что в предыдущих отношениях он как бы видел четкое будущее со своими партнерами, но со мной такого, кажется, нет. Подскажите, как вы думаете, это точно крест на отношениях? Были ли это вообще отношения? — Знаешь, я вот на этом... Можно я буду... — Да-да-да, давай. — Потому что здесь, возможно, вопрос бы и закончился. Уже как будто логичное. — Да. — Вот. Но именно поэтому хочется ставить комментарий, что интересно, да? Что во всех отношениях, где он видел будущее, они закончились. — Да-да-да. А когда он не увидел будущее, отношения продолжаются, да. — Пока да. — Да, пока да. Потому что... Так, были ли это вообще отношения? Потому что я человек такой, что не вижу своего же четкого будущего, и мне это не слишком мешает. Да, и считаю, что никто не может видеть своего детального будущего, и это нормально. Еще более нормально не видеть детального будущего с партнером, потому что вы все еще очень разные люди, и все может произойти по-разному. Мне кажется, что важнее опираться на чувства и эмоции, которые вызывает у тебя партнер, а не пытаться предугадать, будет ли он регулярно мыть посуду в вашем совместном будущем. Насчет вопроса, про были ли это вообще отношения, тоже нелегко. У партнера травма от предыдущих, серьезная, потому что они были нездоровыми. Партнер моему человеку изменял, ментально насиловал его, и в общем, все как будто по учебнику. Но при этом мой молодой человек оставался лояльным, любил, хоть и играл в тех отношениях тоже грязно. То есть, все эти отношения были построены на мимолетных эмоциях, когда в основном творился, простите, пиздец. В наших же отношениях мы изначально делились переживаниями, обсуждали все, решали ссоры и конфликты. Поэтому мне очень непонятно и больно, почему же мой человек выбрал себе критерий-ориентир именно в том, что не видит со мной будущее. Могу вам немного помочь и сказать, что ситуация действительно непростая, потому что я до конца сама не понимаю, в чем же истинная причина. Кстати, ты прочел сама, а тут написано сам. А, сам не понимаю, в чем же истинная причина, да. Я до конца сама не понимаю, это слушательница Гош задает вопрос. С чему так думаешь? Потому что молодой человек прямо заявил, что перестал видеть со мной будущее. Ну, написано сам. Хорошо. Я просто, знаешь... Да, я понимаю просто, что ты намекаешь, Гоша. Нет, я не намекаю, я просто... Вот это феномен этого вопроса. Я сам... Я понял, что ты проскочил этот момент, и я сам перечитывал этот абзац несколько раз, потому что изначально казалось, что речь идет об отношениях... Ну, пишет девушка и задает отношениях с парой. Но после вот этого я понимаю, что все, что было написано... Я понял, да. Переворачивается. Да, да. И вот мы до этого были, как будто нас водили за нос. Как будто мы думали, что это пишет девушка, а там было очень много... Этот человек, этот человек, этот человек, партнер этого человека, человек-человек, человек-партнер, партнер-партнеру, человек-человек-человеку. Вот, и вдруг вот здесь как будто становится понятно, кто кому пишет. Ага. Могу вам немного помочь и сказать, что эта ситуация действительно непростая, Потому что я до конца сам не понимаю, в чём же истинная причина Человек говорит, что становится пессимистичнее к жизни К друзьям, к работе и, конечно же, ко мне Это он мог подчеркнуть из моего взгляда на мир С его слов Потому что я реалист, а он оптимист Также партнёр упоминал, что мы слишком разные люди И вряд ли сможем вместе долго Говоря всё так, будто бы мы встречались в месяце два, а не год За год мы успели съехаться и ощутить отношения на расстоянии из-за работы Мы не видели проблемы ни в чём Все челленджи проходили вместе и работали над этими отношениями Накидаю ещё детали, которые внесут ясность в ситуацию Поехали Давайте ещё ясности Мой молодой человек не давал прямых ответов на прямой вопрос расставаний Не хотел уходить в эту категоричность, было обговорено несколько раз Второе За год его чувства были настоящими, он действительно ценил меня Третье Не хочет прекращать общение со мной в любом случае Четвёртое Имеет травму от прошлых отношений Пятое Меняется и растёт как личность Взрослеет Нам обоим по 25 лет Шестое Сейчас нахожусь в командировке, поэтому мы в отношениях на расстоянии Седьмое Партнёра никогда не волновал факт наших разных характеров и взглядов на мир Ему это нравилось, мне это нравилось В общем, пока что предлагал своему человеку дождаться моего приезда Плюс терапию с психологом Потому что увидел в этом проблему куда сложнее наших отношений Плюс, надо всё-таки переработать травму Потому что однажды всё-таки с бывшим партнёром мой человек общаться втайне начал Но после долгих обсуждений сказал, что более так не будет Подскажите, что вы думаете делать? Возможно ли спасти человека, которому год кажется большим отрезком времени И он гнетёт себя тем, что не может пока что измениться? Возможно ли то, что все слова про разность характеров и пессимизм Поводы, чтобы отказаться от отношений наименее болезненно для меня? Что касается меня, я считаю, что год мало Тем более, если имеется существенная травма у человека Плюс с моментами человек был всё-таки как будто, правда, счастлив рядом со мной Ну, или делал вид Всё звучит очень сложно, понимаю, но буду благодарен, если разберёте вопрос Ух, прошли, прошли, Саша, ты герой вообще Ну вот, понимаешь, вот здесь ещё эти два окончания Которые, ну, подтвердили... То, что здесь два конца, да, я вижу, Гоша Ну да, ну вот, знаешь, я вот к чему? К тому, что вот эта вся история, она такая длинная И как будто нам человек пытается, опять же, да, вот этот парень пытается Рассказать о том, как у них всё устроено О всех важных деталях О всех важных деталях Он даже даёт нам пункты, говорит, и так, чтобы внести ясность А я вот, прочитав это энное количество раз Я, у меня сейчас, я как человек из мема Я нихуя не понял, но очень интересно Спасибо тебе И у меня так же было, то есть, сложно хоть что-то в ответ сформулировать То есть, история, она вроде бы, он рассказывает там о том, как всё происходит Но вроде есть структура, но вообще похожа на просто такой выплеск, просто поток Да То есть, с одной стороны, вот мы весь вопрос прочли, там даже какие-то пункты были А с другой стороны, вспоминаются только какие-то куски Вот давай я Нет цельной, нет логики как будто в повествовании То есть, вот, что это говорит о нашем слушателе, это очень интересно Я могу озвучить, как я понял Давай Есть отношения Один партнёр в итоге сказал, ну, другому, что он перестал видеть с ним будущее Тот партнёр задал вопрос, ты хочешь со мной расстаться? Ответа не получил на этот вопрос Да Этот вопрос был озвучен несколько раз Ага Ответ всё равно не был получен, однозначный Ты гениально всё усваиваешь, Саша, я вообще в шоке Так Это первое Второе, что я понял, что на протяжении года Ну, партнёры, оба партнёра как будто ощущали любовь При этом у того партнёра, который сказал, что не видит будущего Он говорит, что он настроен пессимистично к взглядам, к жизни вообще в будущем То есть, ну, какой-то такой звучит, как какой-то кризисный период Да? Ну, у человека Не в отношениях, а у человека Третье Что я Что я Вот здесь ты уже, видишь, без подсказки не можешь То, что всё, дальше уже до свидания Да, вот дальше, ну, я начинаю опять вчитываться Вот А, нет, третье, очевидно То, что я тоже ещё запомнил Что у партнёра была травма От предыдущих отношений И там была измена в этих отношениях Ну, насколько я понял из текста Дальше Я не понимаю пока Вот И вот мне кажется, что это феномен Который очень важен И, возможно, он же присутствует в отношениях Потому что человек знал, куда он пишет В аудиоподкаст Написал письмище, которое должно занять весь выпуск Так Вот Человек пытался вроде бы структурировать даже Для нашего понимания Говорил, я упрощаю вам задачу То есть Ну, искренне как будто пытается быть понятным Вот вам структура Я даже облегчу вам задачу Та-та-та-та-та-та-та-та Но не получается Не получается стать более понятным И, то есть, вот У меня есть такое Ну, и вот это вот Такое представление О том, что, возможно, такая же коммуникация Происходит и между этими двумя партнерами То, что Вот действительно Очень сложно Очень много слов Очень много эмоций Очень много информации Которую хочется донести И очень мало усваивается Очень сложно из этого Что-то взять И этим пользоваться Да Вот Это такой вот первый пункт Просто по причине того, что я Несколько раз перечитывал этот текст И я вот Примерно сбивался на тех же моментах Которые ты, может быть, еще и раньше Да, то есть Когда ты начал резюмировать Я думаю, ничего себе, Саша Вообще просто Супер Вот Потому что мне прям было Очень непросто Вот Это такой первый пункт Ну и Интересно, что Опять же Вот этот парень, который нам пишет Он Очень Непрямо Очень завуалированно Говорит о своем партнере То есть Это партнер Это человек Это человек 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 Партнер Человек То есть Как будто Нет возможности Ну или почему-то Даже это не говорится Прямо что Отношение с парнем То есть Это не говорится Ну Может быть Об этом не нужно Извязать в первом абзаце Но во втором Прямо об этом сказать Да То есть мы Нигде Причем Брать Это так и не сказано Но мы По трем По местоимениям По трем Окончаниям Там Местоимения и глаголов Можем делать вывод Тоже какая-то путаница То есть Тоже какая-то неясность Вот И для меня Это тоже Опять же Вот такой Феномен То есть Как вы Формулируете Для своего партнера И может быть Для окружающих вас людей Но это Не в тему этого вопроса Что вы от него хотите Потому что Вот на ваш вопрос Реально тяжело Вчитываться Тяжело отвечать И есть сопротивление В этом разбираться Потому что Такой объем Так долго Так достаточно путанно Достаточно витиевато Вот эти все Описания отношений И даже описания У кого с кем отношения Как будто Завуалированы Как будто скрыты Вот Хотя вроде не скрыты Но как бы скрыты Вот Это такой Наверное Второй пункт Вот А третий Вот что я думаю Да То есть Вообще Вот Из описаний У меня тоже сложилось Что вы выглядите Очень ранимым Вот Как будто Если он вам Что-то Скажет То Очень может Сильно Быть вам больно Это будет Очень болезненно Любая типа фраза Да И тогда Вот Я думаю Если это действительно так То есть Большая вероятность Что вы не дождетесь Никогда прямого ответа Гоша А можно я с тобой Подискутирую Но мне кажется Когда ты в отношениях Находишься И такая фраза Ну достаточно Угрожающая фраза Я не вижу с тобой Будущего Но она будет Восприниматься Болезненно Ну да Когда тебе кажется Что ты человеку Там и доверяешь Вы в хороших отношениях Находишь Ну как будто Видишь В этой фразе Не случилось продолжение То есть Ну вот Давай Договорю мысль Давай Мне кажется Что есть Такой тип Коммуникации Когда Говорит Давайте Пете Не будем Про это говорить Он Разнервничается Пипец Потом будет Неделю В дипперсухе Вот Иначе Он просто Долбанется Вот Какие-то тайны От родственников Так происходит Пожалуйста Давайте Мы не будем Говорить Что Петь Подрался Попал в ментовку Там просто Потом будет Истерика Давайте Все разрулится И все И потом После Только Скажем Вот Это вот Есть Некоторый Такой Феномен Когда Кажется Что Человек Будет Сильно Шокирован Когда Человек Сильно Ранится Когда Человек Выглядит Незащищенным Или Очень Уязвимым Ему Стараются Оградить Вот Требу Нанести Мне кажется Что Возможно Ваш партнер Вас таким Видит Ну и Во всяком случае Я из вашего Письма Тоже как будто Об этом Подумал Вот И поэтому У меня такая Гипотеза Что в ответ Прямого ответа Вы не дождетесь Потому что Он попробовал Но дальше Что-то случилось Вот Ну А теперь Вот Твоя мысль Про то Что Как я ее понял Что ему так сказали Он отреагировал Болезненно И поэтому Я просто Нет Я про то Что Типа Ты говоришь Что Вы воспринимаете Все слишком Болезненно Но на самом деле Я просто К аргументу Про то Что Но фраза Достаточно Угрожающая Ну да Ну типа Я не вижу с тобой Будущего Ну типа А как И хочется спросить А какой смысл Тогда мы вообще Строили отношения Вот То есть Агрессивый ответ Хочется наехать Ну типа Не то что Ну наверное Да Но я к тому Что эта фраза Достаточно Болезненная И она бы И мной Воспределась Болезненно Я про это Ну да Ну Видел Видел Перевидел Как бы Здесь у меня Скорее Знаешь Вот еще Один момент Что Наш Человек В конце Спрашивает Как можно Спасти человека Который думает Что год Это много То есть У меня вот Опять же Скорее Больше желание Позаботиться о вас Как можно Поддержать вас Как можно Помочь вам В ситуации Когда ваш партнер Заявляет такие вещи Как ты говоришь Очень болезненные Как можно Какая помощь Поддержка вам нужна Чтобы пережить Это вообще Ни хрена Не ясность То есть От него Не дождешься Финального Ответа Будем мы вместе Или не будем Вот То есть Вы это Пытаетесь Вложиться В него Вы пытаетесь Спасти его Хотя Как будто бы Поддержка нужна вам Может быть Ну Я согласен с тобой Что вообще Может хочется плакать Хочется истерить Хочется Не знаю Там Какого хрена Злиться А Вы кажется Очень Ну Таким Сдержанным Вы Кажетесь Таким Вот Человеком Который Пытается Поддержать Баланс Поддержать Партнера Поддержать Жизнеспособность Этих Отношений Вот А вам Жизнеспособность Как поддержать А ваш баланс Как Ну то есть Вот у меня все вопросы Возвращаются к вам А не К партнеру Вот Наверное так Вот Наверное еще есть Один бонус-пункт Вот Который Мое называется Личное мнение Хотя Насколько я имею Там Право Представлением Говорить Но мне кажется Что Вот В гомосексуальных парах Правда Сложнее Находить смысл Быть вместе Чем Там В гетеросексуальных Отношениях Потому что Ну вот Правда У меня вопрос к вам А ради чего вы вместе Ну то есть Видимо вы Ну ради Семиминутных Как бы Да вот Семиминутных эмоций Это жестко Вы пишете Что это капец А вот вы ради чего Потому что вам сейчас С человеком хорошо Ну по каким-то причинам Я так вас понял А вашему человеку Нужен какой-то Как будто Более долгий план Который он сформулировать Не может Вот Что это Что это может быть У вас разные Мысли о том Разные Представления о том На что отношения Опираются У вас на Такой Не семиминутный Слово такое Здесь Не очень Хороший Контекст На Здесь и сейчас Ощущение Удовольствие А у него Опора в отношениях На план В будущем Вот Как будто Здесь немного Разные представления О том На что можно Опереться Вам на ощущения Прямо сейчас А у него На планирование Вот Видимо стоит Обсудить А как вам Тогда вместе жить Ну да Поискать что-то совместное На что можно Опираться Ну да А может и нет Вот если Вы Избегаете Планирования А человек хочет Вот тогда нужно Ну или как-то Договориться Либо кому-то Как-то уступить Как договориться Я не знаю То есть в каком решении Вы творческом Таком можете прийти Как это в вашей паре Будет устроено Когда один хочет Планировать на 10 лет Другой А другой говорит Не-не-не Давай жить Максимум Следующей неделе Вот То есть как здесь Ну не знаю То есть это вот Как будто Такое исследование Для парной терапии Либо там Какого-то Продолжительного Обсуждения Ну опять же Продолжительного Не в смысле такого А может быть Это должно Дозреть в паре Не в смысле Что нужно сесть И на 5 часов Говорить А в смысле того Что это какое-то время Чтобы в паре Это сформировалось Понимание Как вы будете жить С такими разными Представлениями О том На что опираются Отношения Вот Ну и вот Правда про смыслы Не знаю Опять же В какой стране Вы находитесь Как Вообще Что легализовано Что не легализовано Это тоже Очень сильно влияет На смыслы В паре Вот ради чего Вместе Почему вместе И возможно Ваш партнер Задумывается Ну правда Более Долгих вещах Чем вы И Пока не обнаруживает Себя Вот Это мне кажется Нормальная история Да То есть Я бы Не доверял ему Вот Возможно Он правда Так думает Ну а Там тоже был вопрос Может он меня сливает Может сливает Может быть Такой он мягкий Тоже витиеватый Как и вы Ну такой человек Который такой говорит Ну может быть Нам стоит расстаться А может быть Не стоит расстаться Да Вот как будто Вот прямые ответы Сейчас вашей паре Не очень доступны Ну опять же Как мы говорили В предыдущих историях Сомнения Это иногда хорошо Вот Но Наверное И какая-то Ясность тоже И вот Я возвращаюсь К первому пункту У вас прям Очень с одной стороны Подробное И искреннее письмо А с другой стороны Очень Очень из него Тяжело Выделить Ну Главные мысли Как будто Очень Меня обволокло Но я в этом Запутался Вот Наверное Я бы подумал Может быть На стиле коммуникации Может быть Выписывал бы Одну главную мысль Которую я хочу сказать Партнеру И говорил бы Не больше там 60 секунд Или 30 Вот И на этом останавливался Потому что кажется Что здесь Есть такой Посыл Быть очень понятным Очень подробным Что наоборот Больше запутывает И Усложняет Коммуникацию Ну в общем Вот так Я к формальной части Нас можно слушать На iTunes подкастах Spotify вне России Soundcloud Яндекс музыка YouTube ВК подкасты Google подкасты Платформы Казбокс Заходите на сайт Трипункта точка Ком Сдавайте ваши вопросы Будущие выпуски Подписывайтесь На наши социальные сети Это был 140 выпуск Всем 140 О Кстати Юбилей Сашка Поздравляю тебя 140 Скоро 150 Будем праздновать Мы как Автобан Закатим Вечеринку На 150 Да Да Мирную Вечеринку Закатим Гоша Надеюсь Скоро Вот Ладно Ребята Всем пока Всем пока Постар Закатим Постар Закатим Уфа Продолжение следует...